МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. Жители казанского поселка Константиновка показали, по какой дороге приходится идти детям в 47-ю школу. О тротуарах тут не слышали. Школьники пробираются к знаниям сквозь тернии. А точнее, через снежную кашу. При этом на улице интенсивное движение машин, что совсем небезопасно. И так по 4-6 километров каждый день. И вот так идем домой. На просьбе в администрацию о тротуаре денег нет, автобус не дают. И детки поздно вот так ночью идут домой вечером. И вот такая вереница машин. Рустам Мениханов заявил, что придомовые территории недостаточно убирают от снега. Поступает много жалоб от жителей. Основные трассы пробиваем, чистим. Но, к сожалению, люди у нас очень много жалоб. Вот Асхадаха сегодня подготовил подборку. Очень много жалоб, счастья внутридомовых территорий. Тигрица Магда, которая приехала в Казанский цирк на гастроли, родила 4-х тигрят. Малыши появились на свет 13 января. Их мама выступала в новогодней программе Казанского цирка. Друзья, вчера в Казанском цирке произошла радостная весть. Тигрица Магда вновь родила 4-х тигрят. 13 января. 13 счастливое число, особенно для гусьев цирка. Еще и год тигра. Эти тигры обречены на удачу. Спасибо, Магда. Тигрица Магда родом из Казани. Она родилась в 13-м году в Казанском зоопарке. В цирке рассказали, что роды не повлияют на гастроли животного. Следующая гастроль в Рязани. Спасибо, Магда. В институте скорой помощи имени Джани Лидзе в Санкт-Петербурге десятки людей с переломами лежат в коридорах. Ожидание в приемном отделении составляет несколько часов. Похожая ситуация и в других травмпунктах. Дело в том, что Петербург превратился в настоящий каток. Власти города причиной сильного гололеда назвали температурные качели. Это чисто Питер. Сережа на коньках, люди на лошади. Все супер. В казанских продуктовых магазинах нередки случаи воровства среди подростков, которые не из-за голода, а просто ради развлечения совершают кражу. Я думаю, ребята в курсе, что это уголовная статья. И рано или поздно наказание их достигнет. А если вы знакомы с этими мальчишками, передавайте им привет. В Лениногорске прохожий спас кота, который на дерево смог забраться, а обратно спуститься не смог. Ой, спасибо. Ой, какой молодец. Ты молодец какой. А-а-а. Ой-ой-ой. Прикатят. Ой. Молодец. Вы не задумывались, почему кошки умеют забираться на деревья, а спускаться нет? Оказывается, когти домашней кошки загнуты так, что дают ей опору при движении вверх по стволу дерева, но не могут удержать животное при спуске. А спускаться задом наперед кошки не любят, так как не видят, куда движутся. Ты молодец, какого. На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на телеканале Татарстан 24.